Скоро же близится Новый год. Андрей, скажи, пожалуйста, есть ли какой-то алгоритм правильно загаданного желания? И это очень коварный вопрос. Ну и чего? Значит, да, я начну издалека, прошу прощения, чуть-чуть времени, но это очень важно. Смотрите, какое-то время назад, несколько лет назад, я работал помощником Деда Мороза. Я работал помощником Деда Мороза. То есть, в смысле, вот прямо он был моим боссом. Я, значит, был руководителем интернет-почты Деда Мороза. Мы с командой психологов занимались тем, что принимали письма детей и взрослых, которые писали через интернет Деду Морозу, и, значит, готовили ответы, помогали Деду Морозу. Мы были единственной официальной интернет-почтой Деду Морозу. У нас там были все верительные грамоты, извели, как лучше бы все, как положено. Вот, и я за это время... Ну, то есть, просто хотелось сделать доброе дело, понятное дело, сначала. А когда мы вовлеклись, и когда мы посмотрели, как дети и взрослые формулируют свои желания, у нас появилась мысль такая, что мы просто, наверное, надо научить людей формулировать желания, чтобы они как бы лучше сбывались и так далее. И тогда мы столкнулись с очень интересным вопросом. А чем цель отличается от, ну, вот, не знаю, чего там, мечты какой-то, да, там, желания, вот этого волшебства? Да. Ну, потому что, я не знаю, там, если ты хочешь какую-то игрушку, которую ты увидел в магазине, то что в этом чудесного? Пошел, докупил. Как в том старом анекдоте, вот тебе 100 долларов, не отвлекай бога по пустякам, да. Ну, то есть, если у тебя есть немножко денег, и магазин рядом, ты можешь реализовать свое желание, не отвлекая Деда Мороза по пустякам, да, мечтая о большом. Это вот, когда говорят, мечтая о том, чего нельзя купить в магазине. И оказалось, что очень тонкая грань между целью и мечтой, она проходит где-то, где-то по грани реализуемости. То есть, когда ты хочешь чего-то, путь к чему ты не в состоянии увидеть, ну, как бы, вот так, то это мечта, ну, при условии, что ты ее по-настоящему хочешь. А дальше начинается интересная штука, потому что мы, несколько лет принимая письма, реально задавались очень, прям заморачивались вопросом. А вот мы же не можем всем людям, которые там письма пишут, там 30 тысяч детей пишут письма каждый день, ну, в смысле, каждый год. Невозможно сделать 30 тысяч подарков, 30 тысяч детей, и я вам не буду передавать содержание этих писем, потому что мы там плакали на каждом пятом. То есть, письма, которые приходят из глубинки, это, конечно, отдельная история. А можно вопрос, это в основном материальные были у них желания, или все-таки какие-то духовные желания? Типа любви там, мамы, или купите мне Rolls-Royce? Это болезненный вопрос. Почти 80% материальные. При этом почти 80% это не просто материальные, это материальные желания от детей. И мы пытались даже тогда разгонять эту волну, и серии люди остановились. Остановитесь, мы перестали мечтать. Мы начинаем мечтой называть то, что продают в соседнем магазине. В смысле, мы превращаем волшебников в доставку. В интернет-магазин. Курьеров. Ну, в курьеров, да. Это не мечты, это не волшебство. Зачем вам нужно волшебство, чтобы получить, я не знаю, Биг Мак и картошку? Ну, вот сейчас оно нужнее, потому что его не так просто получить в России. Но, в целом, зачем вам нужно волшебство, чтобы просто прийти и купить? По-моему, «Адвокат дьявола», назывался этот фильм, там был прекрасный эпизод, когда, значит, дьявол, женщина, говорит главному герою, ну, то есть, загадывай любое желание. Он говорит, хочу Биг Мак и картошку. Она берет его и привозит в Макдональдс. Говорит, пожалуйста. Он говорит, а что, я тоже платить буду? Она говорит, ну, конечно. Он говорит, а какое же это чудо? Она говорит, ну, так ты что хотел? Ты Биг Мак и картошку? Ну, ты получил. Какие проблемы? Заблодей, пожалуйста, и пошли. Вот. И это не про чудо в целом. Ну, в целом, если мы хотим приземленных вещей, то мы их спокойно можем получить на земле с помощью таких, как мы, людей. И вот чудо – это про что-то невозможно. И когда, например, ребенок мечтает о какой-то игрушке, которую у него никаких шансов нет получить, потому что ему кажется, что это недостижимо, и он ее получает. Для него это чудо, потому что случилось невозможно. А у взрослого человека, который увидел в интернете, я не знаю, кастрюлю какую-нибудь, ее захотел и себе заказал, это не чудо. Это помарок. Это радость. Это полезный предмет. Все понятно. Но это плановая история. В этом очень мало чудесного. Нет совсем чудесного. И вот мы тогда заморочились и начали. Нам примерно из 30 тысяч писем тысяча, примерно 1200 писем каждый год приходило с благодарностями. Потом, уже после Нового года, из серии с описанием того, что случилось. И вот там содержался по-настоящему исследовательский контент. Короче, там люди рассказывали, ну, потому что, когда привезли из интернет-магазина, про это обычно не рассказывают. Там люди рассказывали, как у них в жизни случилось чудо. И вот там была какая-то очень интересная штука. Я ее сейчас расскажу, как я понимаю. А дальше там и мы, и наши зрители пусть с этим думают и делают, что хотят. Смысл сводится к чему? К тому, что когда человек чего-то очень-очень-очень хочет, и он понимает, что то, чего он хочет, безнадежно. Ну, в смысле, что он. А он никак на это не влияет. Он дотянуться не может. Но он продолжает хотеть. И хочет, 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 хочет. И это тянется какое-то время, и он хочет. И в какой-то момент он, не перестав хотеть, делает вот такую вещь. Ах, как будет, так будет. И он на время забывает об этом. Ну, то есть он просто переключается. И вот в тот момент, когда он об этом забыл, случается чудо. В этот момент, я не знаю, кто-то приезжает, кого очень ждали. Кто-то возвращается, о ком много говорили. Я не знаю, кто-то выздоравливает, кому этого желали. То есть вот эта вот история чуда, она очень-очень сильно связана с тремя вещами. Ну, с двумя. Первое. Нужно очень-очень-очень ждать. Нужно пробовать и убедиться, что я не могу, что мои ручки не дотягиваются. Нужно махнуть рукой, но не перестать хотеть и моргнуть. У многих в художке, там, у Макса Фрайя, например, да, есть вот этот момент, да, по-настоящему важные чудеса происходят, когда вы спите, когда глаза закрыты. Вот в спорте очень часто человек развивает, развивает какой-то навык. Вот он его контролирует, делает движение там рукой или ногой. И вот у него то одно не получается, то другое, то третье. А потом он в какой-то момент отвлекся, сделал это движение, а у него все собралось. Вот это чудо. То есть для того, чтобы чудо случилось, нужно моргнуть, нужно в какой-то момент перестать об этом думать, перестать за этим следить, перестать пытаться что-то сделать. И тогда как-то то ли мы проворачиваемся, то ли мир проворачивается, то ли этот сверху там тучки раздвунул и нас наконец увидел, да, вот. А потому что если не моргнуть, то как в том стежке и пирожке обязательно происходит глухая русская деревня, шпионский спутник прямо над ней, самому неинтересно и богу все заградил, да. Вот это вот, когда не моргаешь, вот. И никто ее не видит. А вот стоит моргнуть и в этот момент, видимо, когда мы глаза закрываем, у кого-то открываются, как при игре в маффи, да, то есть вот уснули одни, проснулись другие. Вот какая-то такая штука. И мы ее заметили как стандартную закономерность. Мы ее не смогли описать как какую-то технологию, из которой, прошу прощения за неприличное слово, удастся сделать упражнение или технику, вот. Но мы смогли понять, что это этапы. Вот вне этих этапов чудес не происходит. А если вот такие этапы проходить, то чудеса, как правило, случаются. Не обязательно прям вот такие, как ждали, да, то есть они не обязательно соответствуют ожиданиям. Но вероятность сотворения чуда вот при такой последовательности она феерически возрастает. И в этом смысле Новый год как бы вместо и время силы Деда Мороза это как раз та пора, когда мы долго чего-то хочем, или хотим, как правильно. Хотим, наверное, да. Долго чего-то хотим, да. Вот. Хотим, хотим, хотим. А потом уже перед Новым годом, когда уже становится, ну, поздно, уже ты не знаешь, получится, не получится, и мы такие, ну, как будет, да. И тут под елочкой. Ну, в общем, или не обязательно под елочкой, да. В общем, или не обязательно сразу в новогоднюю ночь, потому что Дед Мороз, на самом деле, к 90-е часам ночи не привязан веревками. Вот. У него более обширные планы на жизнь. Я знаю, я видел. Вот. Да, но в целом, вот мне кажется, вот это очень важная штука. Я еще раз повторю, нужно очень хотеть. Причем хотеть того, до чего твои ручонки точно не дотягиваются. Нужно пробовать, делать, добыть. И у тебя должно не получиться. Не потому, что ты не хотел, а потому, что ты сделал все, что мог, а оно больше тебя. И тогда ты еще немножко похотел, а потом, продолжая хотеть, сказал, ну, окей, вот если сложится, то хорошо. И моргнуть. И вот после того, как ты моргнул, что-то проворачивается. Это красота, который год я наблюдаю, который год я наблюдаю в своей жизни, в жизни своих близких. Может, я, конечно, так фильтрую людей, но пока мне нравится то, что я вижу. Собственно, делюсь. Спасибо, спасибо, Андрей. Жанна, а у тебя какое мнение по поводу того, как правильно мечтать, как правильно загадывать желание? Очень схожи. И что ты думаешь по поводу того, что Андрей нам рассказал? У меня очень схожи, есть нюансы, как всегда. Может, женские, не знаю. Я бы желание заменила словом намерение. В чем разница? Мы иногда хотим через подражание. Мы же приматы, а всем приматам свойственно подражать. Увидели у кого-то красивое платьишко и захотели, а на самом деле оно нам нафиг не нужно. И потом забыли, и без него хорошо. А желание, это когда душа просит. Это когда вот так руки сюда кладешь, вдох-выдох, глаза закрываешь и спрашиваешь, ну а нафига оно мне вот это? И визуализируешь, ну как если бы у меня это уже было, то что важного и ценного это добавило бы в мою жизнь? Такой коучинговый вопрос, такой профессиональный. Если ответа нет, это чужое желание, оно не наше, можно его выкинуть. А если вот прям сущностно, и мы прям чувствуем вот это внутреннее расширение, может быть здесь тепло появляется, что да, действительно надо, действительно надо, то вот это желание переходит в намерение, оно более четко оформлено. И дальше мы вот визуализируем, как это выглядит, желательно в 3D-картинке, желательно с собой, как с субъектом деятельности, как там новая жизнь разворачивается, если вот это уже случилось, если оно уже произошло. И ощущаешь, вот прям по NLP, визуал, аудиал, фитнесет, вот такой образ строишь. И очень важно, вот когда мы говорили про состояние, про гормоны, про эмоции, находиться вот в каком-то вдохновении, в радости. Если человек верит в Бога там, или что он любимое дитя Вселенной, вот все эти исцеляющие метафоры подходят, то есть соединиться с чем-то высшим, что ты не отделен, что ты какое-то маленькое существо, такое обездольное, кому никто ничего не даст, а ты часть какого-то вот целого, какого-то единого, огромного мира, который в согласии, и ему не жалко для тебя. Ну а что ему? Ты ему даешь что-то, что нужно ему, какой-то свой функционал профессиональный, он, пожалуйста, дает тебе. То есть вот в этих высоких вибрациях, в этом состоянии какого-то вдохновения, радости, позитива, да, и дальше, да, моргнуть, отпустить, то есть заняться какими-то своими делами, вот как будто бы мы письмо отправили Деду Морозу, да, можно даже ритуал совершить, там прям действительно написать, Каждый год настаиваю, пишите письма Деду Морозу, положите в морозильник. Потому что это помогает человеку переключить внимание, иначе он спрашивает, а я уже достаточно там подумал, или еще что-то не подумал, и у него мысль все время возвращается, а когда он письмо написал, отправил, все вот это ритуальное действие, он переключает внимание и живет какой-то своей жизнью, может при этом себя спрашивать, что я могу сделать сегодня для реализации мечты, ответить на этот вопрос и поделать, это как бы принцип маленьких шагов, это как раз вот то, что Андрей говорит, стараться, но только Андрей говорит, стараться, и чтобы не получилось, а я говорю просто стараться в открытой фазе, неважно получится или не получится, вообще неважно, абсолютно, просто что-то делать, делай то, на что ты способен, как это делай, что можешь, и будь, что будет, вот, и потом в какой-то момент возвращается, и мы смотрим, хоп, я это называю монада, монада поменялась, реальность изменилась, она вдруг стала какая-то более позитивная, более гармоничная, и что-то вот пришло, пришли какие-то возможности, пришли какие-то обстоятельства, и здесь важно быть открытым, то есть не отвергать, вот, как условно, там хочешь миллион долларов, не обязательно, чтобы это был чемодан такой, и там все пачками лежало, иногда это возможность заработать их, вот, иногда она приходит, то есть быть готовым принять в абсолютно любой форме, потому что вот этот процессинг еще имеется, это не вот на нас сваливается на голову такой бумс, как кирпич, готовое, полностью реализованное желание, именно так, как мы представляли, а иногда это какой-то процессинг, оно растянто во времени, и нам нужно прожить этот путь, поэтому откликаться, все воспринимать как, о, это, наверное, вот это, о, это, и делать, идти навстречу, вот, единственное, есть нюанс, не знаю почему, у меня есть какие-то свои версии, объяснения, что вот эти желания и мечты, они должны все-таки касаться нас, и если они касаются других людей, вот этого, допустим, ближайшего окружения, то важно с ними согласовать, а они-то это хотят или нет, ну, условно, родители обычно любят что-нибудь мечтать за детей, не спросившие, это такая тонкая форма духовного насилия, там, морального насилия, и нужно спросить ребенка, а ты-то вообще хочешь это или нет, и создать команду, тогда вот это, синхронизировать намерения, потому что, если мы что-то хотим для других людей, то получается среднее по палате, наше намерение суммируется с его намерением, и если он против, то будет ноль в итоге, вот, и поэтому, возможно, не получается что-то мечтать, там, для всего человечества, или, там, для Российской Федерации, вот ни разу, еще ни одного, только желания не сбылось, Да, потому что было бы хорошо, мы сейчас бы все бы намечтали, чтобы был бы мир, да, и гармония. Видимо, суммарно, потому что мы живем на планете многообразия, где есть свобода воли человека, и мы не можем ее нарушить, поэтому мы желаем в рамках собственной свободы воли, и если это там распространяется на семью, или на друзей, то согласовываем с ними это желание, тогда стопудово сбудется, вот реально сбудется.